Здравствуйте! Меня зовут Растан Тавасиев, я художник, мой собеседник Сергей Попов, он астрофизик. Я пытаюсь выяснить у Сергея, как можно было бы создавать искусство в открытом космосе. И сегодня мы поговорим о довольно крупных уже формах, о галактиках и скоплениях галактик. Галактика. Насколько они разные по форме? То есть, как-то представляется, что это спираль в основном. Есть ли какое-то разнообразие во внешнем виде? Да, разнообразие некоторое есть. Выделяют три основных типа галактик. Во-первых, самые известные – это дисковые спиральные галактики. Бывают дисковые галактики без спиралей. То есть, это тоже такой плоский объект. Иногда говорят, что это похоже на линзу. И, собственно, дисковые галактики без спиралей как раз называют линзовидные. То есть, линза – это самая такая похожая. Но она выпуклая, наоборот. Линза вот такая. Бывают галактики эллиптические. В экстремальном случае это шарик. Но дальше шарик может быть более сплюснутый, соответственно, вдоль одной оси вытянутый, вдоль другой. Эллиптический. И, наконец, галактики, которые по-русски называют неправильные галактики. В оригинале по-английски более может быть говорящий термин – «иррегулярные». То есть, галактики, не имеющие четкой видимой структуры. Галактики такие разные по причине, как разница их свойств, то есть, они вот в процессе своего формирования такими получились, так и в результате некоторых эволюций. Иррегулярные галактики чаще всего это маленькие галактики, у которых, с одной стороны, не хватает массы для того, чтобы придать себе какую-то единую форму, с другой стороны, они могут чаще всего являться спутниками каких-то более массивных галактик, которые искажают их форму, ну или, во крайней мере, мешают принять форму регулярную. Наконец, мы видим галактики, в первую очередь, благодаря свету звезд. И звезды, они продолжают образовываться в большинстве галактик. И если эта галактика маленькая, и в какой-то ее части начался бурный процесс звездообразования, мы видим эту часть как более яркую. И даже если галактика имела, ну, какую-то более или менее симметричную структуру, то есть физически, если мы распределение массы посмотрим, и оно будет более симметрично, но распределение света не симметрично, потому что вот здесь сейчас появилось много молодых массивных звезд, они многое излучают, и поэтому вот эта часть подсвечена, там почти наверняка много газа, он тоже подсвечен и дает такую клочковатую структуру. Соответственно, это ирегулярные галактики. Повторюсь, как правило, галактики мелкие. Эллиптические галактики — это галактики, где сейчас звезды не образуются. Ну и сейчас означает последние несколько миллиардов лет, скорее всего. Это означает, что в них кончился холодный газ, который активно превращается в звезды. То есть газа может быть много, но он достаточно горячий, и поэтому он не успевает остыть и начать схлопываться для того, чтобы превратиться в звезды. Соответственно, все звезды в них старые. Самые массивные уже взорвались давным-давно, прогорели. И такие галактики имеют характерный желтоватый цвет, желтоватый, красноватый, если угодно, из-за того, что там нет молодых горячих звезд, которые дают бело-голубой оттенок. В дисковых галактиках могут появляться, могут не появляться спирали. Спирали очень хитрое образование. То есть важно понимать, что когда мы видим такую вот спиральку, и прямо хотим нарисовать галактику, как букву S латинскую, это не означает, что в спирали звезд много, а между спиралями их мало. Масса распределена практически симметрично в этом смысле. Просто в спиралях звезды образуются. Там много молодых массивных звезд с очень коротким временем жизни. Они родились в спиралях, и они очень скоро, по меркам орбитального периода галактики, вот этот спиральный узор, он поворачивается вместе с галактикой, и он может делать оборот за 100-200 миллионов лет. А массивные звезды живут 1-2-10 миллионов лет. Соответственно, звезды успевают совсем чуть-чуть сместиться, буквально на ширину спирали, и взрываются, исчезают в этом смысле. И поэтому спирали прорисованы самыми яркими звездами, а не просто большим количеством звезд. Почему так происходит в разных галактиках? Причины могут быть разные. Но важно, что спирали почти всегда – это именно волна. То есть спиральный узор двигается, а звезды двигаются по-другому. Звезды входят и выходят из этой спирали. Примерно как волна бежит по воде. Представьте, что много поплавков. Все поплавки отслеживают эту волну, но сами поплавки никуда не двигаются. Такое свойство волнового движения. Волна бежит по тому веществу, которое является его материальным носителем. И со спиральными волнами происходит то же самое. Спирали можно генерировать внешними процессами, массивным спутником галактики, можно внутренними, как распределением массы в галактике, так и еще чем-нибудь, там, звездообразованием в галактике. Все это может приводить к появлению структур спиральных. Но, как правило, когда есть две красивые спирали, это или внешнее воздействие, или такая внутренняя большая структура, находящаяся в центральной части галактики, структура сложная из звезд все равно, которая формирует эти две спирали в диске. Правильно ли предположение, что самое интересное и самое важное происходит в центре галактики, то есть, что это самая напряженная часть? Ну, и да, и нет. С одной стороны, в центре больше плотность звезд, то есть, если есть какие-то процессы, связанные со звездной динамикой, то они чаще будут происходить в центральной части. В центральной части сидит сверхмассивная черная дыра почти у любой крупной галактики. Поэтому, если в галактике загорается такой мощный источник, как квазар, то это происходит в центре. Квазар — это сверхмассивная черная дыра, на которой течет достаточно много вещества, образуется массивный аккреционный диск вокруг, и вот светит именно он. То есть, вообще всегда, когда мы говорим о мощных источниках с черными дырами, речь, конечно, не идет о том, что сама дыра является источником, из нее ничего не вылетает наружу. Мы видим процессы, происходящие снаружи, но за счет того, что вещество вблизи черной дыры двигается с большими скоростями, его можно собирать, накапливать в этом диске, то у нас могут образовываться очень яркие объекты, и это происходит в основном в центре галактики. С другой стороны, вспышки сверхновых будут чаще происходить в спиралях, где образуются массивные звезды. Всякие яркие, красивые объекты, такие как магнитары, молодые нейтронные звезды с фантастическим энерговыделением, опять-таки, они чаще будут появляться в спиралях. Поэтому в галактике и тут, и там может происходить что-то интересное, но действительно в центре вот есть самая такая изюминка, это сверхмассивная черная дыра. Как самому создать галактику? То есть, что нужно для создания галактики? Нужна черная дыра? Нет, черная дыра, это некий такой довесок, она точно так же, как для создания раковины не нужна жемчужина в середине. Черная дыра может появиться в галактике, может нет. В принципе, естественный процесс, что она там появляется, было бы странно, если бы это было не так, но ее можно выкинуть, галактика от этого почти не изменится, поменяется что-то в самой-самой серединке. Галактика создается постепенно в результате того, что, во-первых, у вас существует большой галл темного вещества. Мы говорим, что Вселенная в больших масштабах состоит из темной энергии, темного вещества и обычного вещества, но обычного вещества 5% по плотности такой средней. Соответственно, в галактике самая тяжелая часть, это ее самая большая составляющая, галла из частиц темного вещества. Часть в неком смысле для нас невидимая, напрямую, по крайней мере. И в процессе формирования галактика складывается из составных частей, из облаков газа и темного вещества, которые под действием гравитации собираются. Где-то вещества было больше, начался этот процесс собирания галактики. Так что в этом смысле, чтобы создать галактику, нужно много вещества и темного вещества. И в природе, естественно, это все происходит само собой под действием гравитации. Мы можем, например, пытаться собрать что-то сделать с темным веществом и газом, которые сейчас не вошли в состав галактик, и как-то пытаться манипулировать ими для того, чтобы они достигли тех условий, когда начнет формироваться галактика. Эта деятельность, естественно, уже в таких космологических почти что масштабах, поэтому детализовать ее достаточно трудно. Но в принципе, да, можно думать о том, как в больших масштабах действует только гравитация, то есть вам нужно как-то менять распределение масс таким образом, что вот здесь начала складываться галактика, сюда потекло вещество. А так можно сказать, что все вещество поделено между галактиками уже? На самом деле, даже если мы берем обычное вещество, барионное вещество, водород и гелий в основном, то большая его часть не вошла в состав галактик. Существует... Ну, давайте снизу вверх. Значит, есть галактики, есть межгалактическое пространство, которое, конечно же, не пустое, там есть межгалактическая среда, и ее довольно много, просто потому что галактики относительно маленькие в сравнении с расстоянием между ними. Размер галактики, это, скажем, 100 тысяч световых лет, а расстояние между галактиками, даже близкими, это может быть миллион световых лет, а мы, поскольку в итоге говорим про объем, то здесь вроде разница всего десятка, а по объему это разница уже в тысячу раз, да? Есть скопление галактик, и в скоплениях галактик основная доля вещества сосредоточена в газе в этом скоплении. Это очень горячий газ, у него температура может быть 30 миллионов градусов, но, как мы уже говорили, при этом плотность низкая, это не означает, что если вы туда что-то внесете, оно немедленно испарится, расплавится, нет, плотность слишком мала для этого. Но газ горячий, и он хотел бы, может быть, войти в состав галактик, сформировать какие-то новые галактики, но ему трудно остыть. И в этом смысле чем-то там стимулировать процесс создания газа довольно трудно в таких масштабах, так что уже этот газ не вошел в состав галактик и, по крайней мере, очень долго не войдет, там, может быть, никогда не войдет. Кроме этого, на следующем иерархическом уровне существует крупномасштабная структура Вселенной вот с этими известными волокнами, с такой пенисто-волокнистой структурой. И, опять-таки, в этих волокнах много горячего, теплого газа, который тоже именно по этой, в первую очередь, причине не начинает образовывать какие-то более компактные сгустки, и поэтому большая часть вещества как раз в галактике не вошла. В галактике это вот небольшая такая примесь во Вселенной. Вселенная, она такая большая и с нашей точки зрения темная. И только небольшая доля вещества, которая вошла в состав звезд, сейчас находят в составе звезд, является таким вот самосветящимся, и всю красоту, которую мы видим во Вселенной, в основном мы видим благодаря тому, что существуют звезды. В галактике движется ли все вещество к центру? То есть, есть такой эффект? Такого эффекта в среднем нет. Примерно по той же причине, вот там Луна крутится вокруг Земли, и не то, что она Землю не падает, так еще и удаляется. Планеты двигаются вокруг Солнца, и они более-менее сохраняют свои орбиты. Солнце их притягивает, но они к нему не двигаются. И в этом смысле звезды — это тоже как бы такие невзаимодействующие пылинки, по сути, массивные, которые двигаются в гравитационном потенциале галактики. И в этом смысле звезды не могут очень плохо обменивать с друг с другом угловым моментом, и им трудно приблизиться к тяготеющему центру, потому что мешает вращение. От него нужно как-то избавляться. К газу немножко проще. Газ может избавляться от момента, и газ может начинать течь в центральную область достаточно активно, что, например, приводит как раз к феномену квазара. В эту центральную область втекает газ, и это питает черную дыру, питает квазар, создает яркий источник благодаря образованию аукрационного диска. Но газ – это совсем ничтожная составляющая галактики по сравнению с темным веществом, по сравнению со звездами. И в этом смысле вот эта тенденция к втеканию в центр очень слабая. А скопление галактик? Можно ли сказать, что скопление галактик – это очень большая галактика, состоящая из других галактик? То есть по структуре оно скопление похоже? Нет, это все-таки совсем не похожая структура. Во-первых, потому что галактика состоит, скажем, из сотен миллиардов звезд, а скопление галактик состоит из нескольких сотен галактик, то есть просто их количественно меньше. Поэтому эта структура такая более простая, что ли. И вот галактики, скопление галактик, сверхскопление галактиков – следующий и последний элемент структуры, который успел сформироваться, и в нашей расширяющейся Вселенной более крупные структуры уже не образуются, их будет растаскивать расширением Вселенной, они образуются в этом смысле немножечко по-разному. Если скопление галактик и сверхскопление еще чем-то друг на друга похожи, то галактики – это совсем другой тип объектов. И, наверное, будет правильным сказать, что в галактиках для их структуры роль обычного барионного вещества уже очень велика, а темное вещество, темная материя формирует некий такой фон и начальные условия, то чем более крупномасштабным структурам мы двигаемся, тем большее значение приобретает темное вещество. И сверхскопление – это структуры уже в существенной степени доминированные темным веществом. Для скопления галактик тоже для их глобальных свойств важнее оказывают свойства темного вещества, но обычное вещество скорее дает нам возможность видеть все это. И в этом смысле играет немножко менее важную роль, просто потому что его меньше, а мы уже говорим об очень больших масштабах, где все равно гравитация начинает потихонечку доминировать. Спасибо большое, Сергей. Вот в следующий раз мы как раз и обсудим темное вещество. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok